18 часов в Одессе в прямом эфире 7 новости в студии Екатерина Поденежина. Здравствуйте. Трасса Одесса-Киев открыта. В город пускают все виды транспорта, кроме большегрузного. Исключение только те фуры, что едут в порт. И то после предъявления необходимого документа. Большегрузные машины пока что стоят на месте. Вы их можете видеть на обочине. Большегрузный транспорт тоже въехать в город не может, разве что только в спину. Большегрузный транспорт, который едет в порт. На порт дорога открыта. Движение достаточно активное. Ездят не только легковые автомобили, но и автобусы. Среди них можно заметить даже международные. Например, те, что едут в Кишинев. Около Клеверного моста на трассе сейчас активно работает снегоуборочная техника. А вот и зрение Измаила до Одессы по-прежнему не добраться. Мешают снежные заносы в Татарбунарах. Глава Одесской облгосадминистрации провел онлайн-совещание с руководителями районов. Вопрос один. Устранение последствий снегопада. В первую очередь восстановление транспортного сообщения. Веднийский район. Что у нас? У нас трасса от пункта пропуска практически до Новосельского прочищена. Там остается примерно километров в десять со стороны Измаилевского района идет техника. Сейчас техника работает между Татарбунарами и Саратой. Туда даже вышел гусеничный путепрокладчик БАД-2. А вот в Прелиманском Авидеопольского района дороги чистит трактор. Работает техника и в Белгороднестровском районе. На дорогах Приморского между пропускным пунктом Староказачье по направлению к Владимировке и трассе Е-15. В целом техники в области не хватает. У нас нет техники. Техники нет. В Украине у Кравднаторова была вот эта катастрофа происходит. Все украли, все разграбили. Кроме сложностей с проездом между городами, актуально остается и проблема энергоснабжения. Из-за порыва в сети и без света остаются 22 населенных пункта области. Количество осадков за последние несколько дней почти в полтора раза превысило аналогичный показатель прошлогодней метели. Такие данные синоптиков озвучили в мэрии. Из-за снежных заносов сложилась тяжелая ситуация с вывозом мусора. По словам чиновников горсовета, обл. Автодор не полностью расчистил дорогу на полигон твердых бытовых отходов в Дальницкие карьеры. В настоящий момент машины забрали мусор, полностью освободили контейнера и забили по максимуму свои автомобили. Но мы понимаем, что каждый маршрут, он обычно делает две-три ходки, как правило минимум. Поэтому одна треть города находится сейчас внутри мусоровозов, а две трети находятся сейчас в контейнерах. Тем временем все троллейбусы Одессы вернулись на свои маршруты. Правда, 7, 9 и 10 пока не доезжают до центра, а разворачиваются у ЖД вокзала. Движение планируют восстановить полностью к утру, а вот с трамваями ситуация иная. Утром завтра мы запустим пятый маршрут. Сегодня мы запустили фонтан на 11-ю станцию. До конца дня, я думаю, мы тоже запустимся по 28-му маршруту по центру города. До вечера полноценно начнут курсировать с трамваи до 16-й станции фонтана. Уже ездят трамваи номер 10, 13 и 15, 10-й пока до ЖД вокзала. Основная проблема сегодня – это обледенение путей. С ним приходится бороться вручную с помощью лопат и ломов. Помогают военные. В целом не подвели все одесситы. Большое спасибо жителям города в том числе. Машин было намного меньше, нашей техники функционировать намного легче. Машины на рельсах – это единичные ситуации, а не массово, так как было год назад. Сейчас на трамвайных маршрутах посменно работает 9 снегоочистителей. Но пока коммунальщики не успевают даже приступить к очистке 20-го трамвайного маршрута. Поэтому по нему курсируют автобусы по тарифу трамвая. Одесский аэропорт снова работает в обычном режиме. Напомню, с субботы рейсы были отменены. Сегодня утром погода улучшилась и взлетная полоса готова принимать самолеты. Полосу и перрон от снега круглосуточно расчищали 10 единиц техники. Мы готовы принимать все рейсы, которые у нас сегодня предъявлены. В 9 утра уже прибыл самолет из Стамбула. Наши все рейсы по расписанию. Все расписание рейсов можно посмотреть на сайте аэропорта. Причина схода трамвая с путей на 9-й станции Большого фонтана – крышка люка. Она лежала на рельсах. Напомню, сегодня днем трамвай, который двигался в направлении 10-й станции Большого фонтана, на повороте сошел с путей. Никто из пассажиров не пострадал. С помощью домкрата вагон вернули на рельсы. За последние несколько дней еще несколько трамваев сошли с рельсов. Правда, преимущественно снегоуборочных вагонов. Они в несколько раз легче пассажирских. В Одессе СБУ задержала преподавателя университета имени Мечникова на взятке. Профессор получила 800 долларов от иностранного студента. За эту сумму его обещали устроить в аспирантуру. В университете имени Мечникова обыск оперативники СБУ ищут взятку. Деньги от студента якобы получила эта женщина, профессор химического факультета. В производстве следственного управления имеется уголовное производство. По статье 368, часть 3 вас познакомили сейчас с процессуальным документом, вынесенным прокурором отдела прокуратуры Одесской области о проведении вашего свидетельствования. Подозреваемая доктор биологических наук преподает на кафедре фармакологической химии. Профессор утверждает, никаких денег не брала при себе у нее, мол, только документы одного из студентов. Он мне принес подписать заявление, я подписала его. Дальше мне передавали документы. Как считают в СБУ, это взятка за поступление в аспирантуру. Так, денежные свидетельства. Доставайте. Просвечайте в свете ультрафиолетового лампа. Видите ли вы какое-то свечение на купюру? Следующие действия продолжаются. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри за частиною 3 статті 368 Кримінального кодекса України. Теперь профессору грозит вполне реальный тюремный срок – от 8 до 12 лет. Константин Гак, Константин Длужневский, 7 канал. В Одессе простились с известным доктором, который спасал жизни бойцов на фронте. Врач-нейрохирург Владислав Комаров погиб в Одессе в ДТП. Своего боевого товарища в последний путь проводили сотни одесситов, коллег и военнослужащих. Сегодня в Доме офицеров с Владиславом Комаровым пришли прощаться коллеги, друзья, близкие и бойцы АТО, которым он не раз спасал жизнь. Один из лучших нейрохирургов Украины Владислав Комаров в ночь с 16 на 17 января погиб в автомобильной катастрофе. Врач спешил на операцию. Он не смог справиться с управлением собственного автомобиля и столкнулся с деревом. Владислав умер в карете скорой помощи. Дежурный врач позвонил Комарову и тут без второго слова говорит, я сейчас приеду и помогу. Это было уже первые час ночи. И вот по дороге на работу, по дороге в клинику это случилось. Я узнал утром, через 5-6 часов после того, как произошло все. Конечно, шоком было все. Долгое время Владислав служил медиком на фронте. В зону АТО пошел добровольцем. Служил в 61-м мобильном госпитале. Врач Комаров спасал жизни бойцам и местным жителям. За все время, то, что он был там год, чуть больше года, вы знаете, я много раз с ним говорил по телефону. И он рассказывал очень интересные вещи. Рассказывал о том, как они оперируют, как они работают. Он никогда не говорил, что тяжело, что-то плохо. На сложные операции Владислав Комаров приезжал в Одессу. Потом снова возвращался туда, на восток Украины. Помимо этого, он всегда успевал делиться своим бесценным опытом с будущими врачами. Я ему безумно благодарна за тот маленький, короткий промежуток времени, который я с ним была знакома. Он действительно научил меня многому. Очень жаль, что так произошло. Не ожидал никто. Проститься с талантливым нейрохирургом пришли сотни одесситов. Коллектив седьмого телеканала приносит свои соболезнования семье и родственникам погибшего. Ирина Стрябко, Андрей Кульба, Седьмой канал. Уже второй судья взял самоотвод по делу о незаконной сессии, где была нарушена тайна голосования при избрании секретаря Ильичевского горсовета. Ранее судья Галина Максимович заявила, что на нее оказывает давление мэр города. Следом за ней судья Филипп Журавель тоже взял самоотвод. В теме разбиралась Наталья Смирнова. Больше двух месяцев депутаты Ильичевского горсовета в судебном порядке пытаются отменить решение по избранию секретаря местного городского совета. По их мнению, процедура была незаконной. Они также настаивают, что нарушена тайна голосования, что существенно могло повлиять на сами выборы. Судьи не хотят войти в историю, как люди, которые подыгрывают человеку, который заведомо поступил противозаконно и нарушил регламент, нарушил воле зрения людей, которые выбрали депутатов, которые имеют право все-таки жить и работать по регламенту. Также депутаты утверждают, что мэр Валерий Хмельнюк запрещает им выступать на сессии. Последнее заседание в Ильичевске закончилось дракой. Тогда оппозиционных к мэру депутатов не допустили к пленарному заседанию. До сих пор в суде так и не удалось начать полноценное слушание. Первый судья взяла самоотвод, будто бы из-за давления на нее. Та же участь постигла и следующего судью, которому высказали недоверие. Первый судья прямо сказал, что у него оказалось давление. Второй судья, которому суде 6 человек из 7 присутствующих выразили недоверие. То есть Ильичевскому суду люди не доверяют. Не доверяют именно из-за того, что Ильичевская мэрия оказывает такое давление на суд, что суд не может возникнуть правосудное решение. Депутаты из ЦИ говорят, что каким бы долгим ни было судебное разбирательство, они все равно будут отстаивать свою законную позицию. Южные циклоны уходят, а вместе с ними и метели. Синоптики прогнозируют снежное затишье. До конца недели осадков в Одессе не ожидается. А вот гололед сохранится. По ночам обещают от 11 до 17 градусов мороза. Днем теплее от минус 2 до минус 10. А вот когда ждать очередную метель, пока сказать не могут. Ну, не стоит расслабляться. Зима продолжается. Еще есть большая вероятность последующего выхода южного циклона. Но пока до 24 января существенных изменений в погоде не предвидится. Одесситы очень стойко выдержали выход южного циклона. Заранее были все оповещены. Поэтому прогноз погоды у нас оправдался. Одесситы устроили массовые катания в парке Победы. У кого нет санок, пользуются подручными средствами. Съезжают на целлофановых пакетах, картонках или даже крышках от мусорных баков. Не обходится и без травм, но это одесситов не останавливает. Горок несколько, есть небольшие для детей, есть взрослые с препятствиями и даже резкими поворотами. Сегодня первый раз пришли на горку, катались на санках, специально купили сани. Здорово, классно и детям весело и нам тоже. Хоть мы уже не дети давно, но все равно. Прикольно, что зима порадовала нас снегом. У нас на юге редкость большая. А это здорово, попали в сказку. Местами снег раскатали до состояния льда, а вот на пруд пока никто не выходит. Еще недостаточно замерз. И на этом пока все. Следить за новостями нашего канала можно на официальном сайте, в социальных сетях. Если вы стали очевидцами интересного события, звоните нам по телефону 726-3226. Увидимся в 20 часов. Не переключайтесь.